что есть ваши знаки то есть интуиция или первая мысль то есть как отличить вообще знаки от фантазии действительно первая мысль она может быть и потому что уже забывать но было первое потом те 2 приходит но самая-самая первая мысль самая яркая в общем-то обычные есть знак но а ты можешь просто не услышать или забыть и потом думать что можно проверять мысль можно проверять просто осторожно ну допустим появилась какая-то мысль что вот надо делать вот так вот а потом другая мысль надо делать вот так вот осторожно проверить можно все мысли только осторожно все-таки а которая была подсказка это лучше пойдет подсказки не будет что вот прям большими буквами на заборе написано делай вот именно вот так вот и больше никак черного в разные варианты же даются в разные мысли разные варианты но понятно что тебе подсказывается что вот этот вариант правильный но не подсказывает большими буквами что вот он правильный а остальные все мы тебе и говорим остальные варианты но они неправильные есть из всех вариантов есть правильный но все равно должен сам его понять поэтому пробовать все чуть-чуть правильный пойдет концентрироваться на том чтобы все-таки эту первую мысль не упустить да но подсказки они не такие подсказки что прям вот если бы тебя если ты жил по подсказкам то тебе бы не приходилось вообще ни с чем не бороться ничего вылупа крыл робот выполнял тебе сказали выполнил сказали ты выполнял поэтому они все подсказки это не такие подсказки что это же не инструкция чтобы потом не обидно было после воплощения смысл воплощаться если по ответ тебе предлагают тебе предлагаются варианты это что вот подсказка прямо вот варианты ты сам из вариантов выбираешь есть из этих вариантов оптимальный правильный оптимальный есть он но он не будет светиться ярче всех поэтому ты пробуешь все варианты можешь конечно ошибиться можешь и не услышать но обычно самое да первая мысль она все равно правильная просто она может уйти у тебя где это первая мысль где вторая ты уже можешь сам запутаться как он посоветует все таки ловить все повод иначе иначе теряется смысл видимо не проста это сделано что мы сразу на первую мысль поймать ну а как у нас иначе это просто теряется смысл жизни она слышно сказать что она будет ярко слышно интересовал вопрос почему вера первичную доказательств нет декоративных доказательств нет поэтому это увидеть ты не сможешь физических доказательств все равно не будет физические знаки конечно есть все равно все равно не было бы вера если бы не было никаких физических знаков вера все равно поддерживается физическими знаками чтобы вера не пропадала поэтому раз один физический знак спустит другой физический знак спустит какое-то там предсказание какое-то что-то что вера поддерживалась но в основном это только на вере держится почему вера самое важное другого просто не не то, что она самая важная, просто другого нет пока. Она не самая важная. Откроются другие механизмы, когда можно будет общаться с тонким миром через физические... как они... через приборы, через приборы. Вот уже будет не вера, а физическое доказательство, но пока что этого нет. Если бы можно было бы это в начале вообще в первобытном мире все взять и все это дать. А почему нет? А зачем? И что? Дальше что? А зачем сейчас дают? Так это не дают, это все потихонечку, потихонечку. Не то, что сейчас дают, а раньше не давали. Все всегда давал. Одной чайной ложечке далось, и следующей чайной ложечкой еще далось, и потом еще чайная ложечка далось. Всегда дается. Когда-то уже и потихоньку больше, больше, больше дается. Ну, не то, что больше дается, дается не больше. Просто уже знания какие-то есть, и на эти знания еще новые открытия, новые идут. Не то, что никогда не давалось, а сейчас сразу с плеском все даст. Просто это уже логически подошло к открытию, к этим открытиям. Поэтому будут и физические доказательства большие, что будут, но тоже в трахнице. Не то, что это будет там написано на плакатах на все небо. Не всем будут здесь доказательства. И тоже они будут не такие, что все скажут, вот, действительно, да, теперь мы вот сто процентов знаем. Все равно это все будет всегда на вере основанных. Просто вера не будет не будет да не будет такого, что прям человек спокойно там дверь открыл и перешел в тонкий мир, постоял, постоял там так же потрогал все, пощупал и вернулся к себе. Такого все равно не будет. Разные, совершенно разные совершенно разные миры. Допустим, нет стола и за столом стула и на стуле сидит душа в виде человека. Такого же нет там. Если в это поверят 10 человек, ну да, они увидят этот стол, стул. Вот, соответственно, он там и будет. А если посмотреть на это на все изнутри оттуда уже, оттуда, то реально это будет просто сгусток энергии. А если посмотреть с земли, то это будет стол, стул, на нем сидит человек и передает такие сознания. Но люди же не могут так воспринимать. Вот сгустки, энергии висят. Людям же хочется, чтобы это были в каких-то образах. Такой реальности, которая вот прям неизменной реальности, там все равно нет. и чем больше людей верят во что-то одно, то и есть там, то и более реально там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова